В бане знаменитая, там же какой-то был взрыв, какой-то пар, что-то такое, чуть вас не обварило? Ну это да, мы об этом никому не говорили, вы что, это была страшная наша тайна. Это у нас там выгнали, ну сейчас уже не тайна, прошли годы. То есть вас могло обварить паром всех девчонок, да, которые были в бане? Ну могло, могло, но это было тогда не страшно, наплевать. Ничего себе. Страшно было другое, мужик влетел в баню. Вот так, это страшнее, чем в бане. Конечно. Мы репетировали в купальниках, а на дубль нам приказано было купальники снять. Съемала нас женская операторская бригада, была Пилихина тогда оператор, ее пригласили. Осветители были, женщины. Вообще на киностудии был введен жесткий режим, оцепили этот павильон, чтобы никто бы не проник. Мы дали согласие на двух мужчин, на режиссера Ростоцкого и оператора Шумского. Но должна вам сказать, что им было по 52 года, и для нас, допустим, для меня, они были тогда дедушками. Поэтому да, я их вообще не воспринимала как мужчин. Вот, но им было разрешено. Мы дали согласие, что ладно, но мало того, их не было внутри бани. Там, значит, три стены, а четвертая, это была пленка, толстая такая, знаете, пленка, в которую врезали объективы камер, которые на нас смотрели. А они все были за пленкой. Здесь свет, а там темно, и поэтому они нас видели, а мы их нет. Очень удобно. Вот, и мы были абсолютно уверены, что мы, значит, вот в таком, как бы, в приличном состоянии. Сняли купальники, стали снимать, и вдруг... А оказалось, что там дядька был, который при этой паровой установке представленный. Он загляделся в кадр. Понятно. Вот такая была история, и влетел. Потом мы еще одного мужика из бочки, значит, тоже вычислили. Оператор второй, Егоров Слава, светлая ему память, его уже нету. Значит, его спрятали с конвасом, это такой, значит, переносной маленький аппарат, киноаппарат. Спрятали в бочке в углу. Вам не сказав. И мы его не видели, да. И он в середине кадра вдруг из бочки с этим конвасом вылез и стал снимать укропнение. Но мы профессионалы, мы не могли остановить кадр. Мы доиграли кадр до конца, но когда доиграли, то все бросились с мочалками на этого Слава. И хорошо его отлупили мочалками. И сказали, что это свинство, и больше мы не будем второй дубль снимать. В общем, там была жутко смешная история с этой бани. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая революция». А в принципе нужна, может быть, цензура – это не точное слово, но какой-то контроль за тем, что делается на сцене и на экране, что произносится, или это все-таки вмешательство и чиновничий произвол. Вот это сложный вопрос, потому что я, к сожалению, не Беккендорф, и не могу делать какие-то цензурные вещи к поправке пушкинским произведениям или же с ними, другими поэтами. Но я могу сказать только одно, что если я вижу, допустим, фильм «Ромео Джульетта», когда я вижу обнаженную грудь Джульетты, я вижу спину и заднюю часть попу «Ромео», «Красивый юноша», «Красивая девушка», «Италия», «Кровь с молоком», «Виноград», «Вино», «Солнце». Я понимаю, что это сделано для того, чтобы понять, какова эта любовь чистая и юная. То же самое, как в фильме «Зорь здесь тихая», «Зорь здесь тихие», а «Зорь здесь тихие» по сцене «В бане». Васильев, когда укупировали эту сцену, когда девочки голые в бане парятся, он сказал, если вы эту сцену в бане не вернете, не ставьте мое имя, я отказываюсь. Это не мое тогда произведение. Почему? Спросили его. Потому что я эту сцену сделал для того, чтобы показать, насколько несоответствие кирзовых сапог и винтовки с телом Мадонны, приносящей продолжение рода, и питающим молоком. Это несоответствие. И поэтому, когда я смотрю на эту сцену, я получаю настолько эстетическое удовольствие и такой катарсис. И я понимаю, для чего это сделано мастером, как эти девочки могли взять винтовки в руки, как они могли сбивать ноги в кирзачах и так далее. Вот это я понимаю. Это я понимаю, ради чего сделано. Но если я вижу пошлятину на сцене, откровенную, когда непонятно ради чего, там идет трах-тибедох какой-то на сцене, ну не знаю. Мне это претит. Потому что я считаю, что кино – это может быть. Это понятно, но когда я вживую вижу плоть, ощущаю запах парфюма, исходящий от тел, или пота, это неважно в данной ситуации. Ну, это как-то странно. Для меня, может быть, я такой идиот, а на самом деле, может, это и хорошо. Ведь есть же театры у нас даже, где, извините за выражение, совокупляются и на сцене прямо, и все это. Так я не понимаю этого. Может быть, это просто новый язык? Нет, я просто бесконечно далек от этого. Я не являюсь поклонником. Но я всегда, допустим, вспоминаю, как нашему поколению запрещали рок-музыку слушать, и прически и джинсы тоже осуждались. Может быть, это то, что сейчас молодежь очень много матерится, может быть, она не вкладывает в эти слова какого-то такого тяжелого, негативного посыла. Может, это просто буквосочетание очень удобное. Вы понимаете, что мы так до мышей. По-моему, так это немножко... Извините, что я подвергаю вашу точку зрения сомнениям. Но мне думается, что если показывать на сцене половой акт с животными, мы можем сказать, а почему нет? Не, ну а почему нет? Ну, раньше нам рок-н-ролл запрещали. Потом запрещали голяком выходить на сцену и трахаться в присутствии зрительного зала. А почему с животными нельзя? А что такого плохого-то? Есть же контактный зоопарк. Вот, пожалуйста. Я считаю, что это безумие. Понимаете? Границы эстетики, этики русского языка, культуры русского населения, российского населения. Мой педагог Лев Соломон Чайзерман, я боготворю его, педагог русского языка, литературы. Он научил меня читать еврей, научил читать меня между строк. Да побольше бы таких евреев. Это же совершенно культура, которая зиждется на Пушкине, на Лермонте, на Вяземском и так далее, и так далее. Как можно опорочить? Да, мы знаем, что Пушкин писал матом, но это отдельные вещи. Да, мы знаем, что Толстой написал баню. Да, мы знаем, что Есенин писал матом. Товарищи дорогие, сиди дома и читайте. В свое удовольствие. То есть, ответ на вопрос про цензуру, все-таки я понимаю, да, что все-таки должны быть какие-то фильтры и должны быть какие-то ограничения на ту продукцию, которая выносится на экраны. Бесспорно. Другое дело, что мы не умеем, понимаете, у нас либо недо, либо перри. У нас у россиян так, у русских вот так. Либо недо, либо перри. Получив некую толику власти вот в этом аспекте, и мы можем прийти к тому, что скажут, а что это длинные волосы? Ну-ка, армейскую полубокс. Я этого не понимаю, допустим, и считаю, что это не есть правильно. Лишь бы не было такого, знаете, лицемерия, как вот в Японии, например. Там есть порноканал телевизионный. Конечно же, мы закидывали туда сколько, я не помню, там ен, но наши вообще хитрецы. Там такие аппараты стояли, монетоприемники с щелью стояли. И Олег Задорин, он придумал такую фишку. Он взял ниточку, а там монетки дырявые, с дырочкой, туда протянул ниточку, кинул монетку. Когда время заканчивалось, он ее вытаскивал и опять опускал. Одну и ту же монетку. А я лазал под аппаратами по продаже газированной воды и находил все время, не стеснялся никого. Ну, мало ли, я обронил монету и полез под европейцы, европейцы. Ну, что здесь, дикарь. И полез под аппарат. Сто, двести иен я находил. Я не чурался в гостинице, залез под койку. Посмотреть, что там. Цепочку нашел, часы нашел. Они же там не протирают, они же только так фиксой занимаются. Да. Да. Надо же, я думал, что там вообще. А наши дети посольские придумали такую фишку. Вообще это прикол. Они взяли 500-й иеновую монету, она достаточно крупная, и сделали отиск в гипсе. И залили, и сделали ледяные монеты. 500-й иеновые. Ну, просто из-за льда монетка. Подходили к аппарату, кидали 500-й иен. Брали жвачку у сигареты, делали возврат. А монета таяла, испарялась. И нет монеты. Никто не мог понять и поймать их. Но это же наши кулибины. Да. Вот чем надо гордиться. Почему мы впереди планеты всей. Ну-ка, насчет порноканалов какую-то мысль. А, ну вот, и там насчет порноканала. Я вернулся, я не забуду. Спасибо, что напомнили. Как бы то ни было. Там вот эти все места, причинные, они в звездочках. Там совокупление, там, какой-то... В звездочке. Ну, тогда зачем вы называете этот порноканал? Тогда называйте вещи своими именами. Потому что если это показывать на телевидении, широким экраном, тогда да, тогда должны быть специальные... Потому что это не является собой художественной ценности. Вот мы говорили с вами о том, что некоторые художники не могут обойтись без мата на сцене, там, допустим, или в кино. Подождите одну секунду. А Ульянов, Михаил Александрович, когда он стоит и говорит, ну, бабы, закройте уши, сейчас я буду по-мужски говорить. И он, мы понимаем, что он по артикуляции, что он говорит матом. Там с воронами, да? Совершенно верно. Это гениальное решение. Это гениальный ключ. Это гениальное решение. Когда он матерится, а вороны каркают. Вот эта грязь, вот эта чернота, вот эта, да? Но это же потрясающе, как сделано. Но до этого надо иметь... Ну, так в резюме какой? Сейчас никто не имеет этого. У нас нет сейчас крупных режиссеров театральных. Кинорежиссеров, которые могут увидеть поросль и вырастить новую плеяду гениальных актеров. Знаете, если я скажу, что нет, тогда меня вообще не будут снимать. И не будут приглашать на работу. Я что, самоубийцы, что ли? Есть, есть такие, много их. Я не буду называть имена, потому что другие обидятся. Я не буду знать.